Кто готов взять на работу маму с малолетним ребенком, в особенности, если малыш инвалид? И что могут предложить работодателю женщины, вынужденные большую часть времени проводить с ребенком? На эти вопросы можно ответить только за круглым столом, решила общественная организация содействия развитию социальных и благотворительных программ «Восток». Они не умеют, они боятся, и элементарный пакет документов приготовить для них это достаточно тяжело, поэтому в любом случае нужно им в этом помогать. Первыми, кому направили вопросы по проблеме трудоустройства женщин с малолетними детьми или детьми-инвалидами – Приморский центр занятости населения. Там не только помогают в поиске работы, но и при необходимости предлагают обучение. У нас 308 человек было в прошлом году, обученные именно женщины, имеющие несовершеннолетних детей, и, в общем-то, по довольно перспективным профессиям. В прошлом году центр занятости помог обучить кладовщиков, администраторов, операторов-фактуровщиков, менеджеров по персоналу, секретарей-референтов. Однако и таких востребованных на рынке труда специалистов работодатели брать не спешат. Частые больничные, вынужденные отгулы, отказ от командировок и работа на неполный рабочий день. Женщины с малолетними детьми ищут варианты, позволяющие параллельно заботиться о ребенке, в особенности, если малыш инвалид. К тому же, таким мамам официальное трудоустройство может только навредить. Здесь выхода практически нет. Мама получает по уходу за ребенком-инвалидом 6 600 в месяц пособие. Если мама выходит официально на работу, либо встает в центр занятости безработной, она этого пособия лишается. При этом зачастую матери, которая ухаживает за ребенком-инвалидом, работодатель может предложить сумму, едва превышающую государственное пособие. Вот только кто будет в это время заботиться о маломобильном малыше? Здесь законодательство вариантов не предлагает. Ситуацию считают тупиковой даже участники круглого стола. Если она пойдет работать, она же не перестанет ухаживать за ребенком-то. Поэтому женщины, попавшие в такую ситуацию, больше надеются на себя, открыть свое дело и не зависеть от требований работодателя. Мечта многих. И, судя по всему, бизнес готов принять таких участников. Бывает, у меня же комнатная квартира, а в центре, да, где-нибудь, относительно. А вы не хотите из одной комнаты сделать хостел, пристанить сундаму, принимать иностранцев и большой поток? Для девочек, а я вам люблю пироги печь. Да, пожалуйста, месячные курсы, мы вас научим вот такие пироги печи. Вы будете печь там, где вы живете и привозить в предприятие. Или оно само будет к вам приезжать. Бизнесу нужны те, кто будет работать по собственному графику, а значит подстраиваться под изменение спроса. Для открытия своего дела центр занятости может единоразово выдать порядка 60 тысяч рублей в качестве стартового капитала. А представители общественного совета предпринимателей готовы рассказать мамочкам, как это сделать грамотно. К слову, в качестве первой площадки тут же выбрали общественную организацию социальной поддержки населения «Живая надежда», где реабилитацию проходят молодые одинокие мамы, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Многим из них работа необходима, чтобы хотя бы снять жилье. Проще говоря, это женщины, которые достигли возраста 18 лет, оказались выброшенными на улицу, не всегда по их вине. Ну, чаще всего, конечно, они просто не смогли реализовать себя, не смогли адаптироваться к тем условиям, которые наступили ко времени их выхода, либо из колледжей, профессиональных училищ, детских домов и так далее. То, чем богата организация, так это площадками. В доме, где временно проживают молодые мамочки, есть свободные комнаты, которые и могут стать аудиториями для обучающих курсов. А ряд других нерешенных сегодня вопросов представители организации и госучреждений будут и впредь решать за круглым столом. Анна Бережная, Инна Щедрова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом. Новости на Восьмом.